восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности и мы продолжаем продолжаем разбирать диалоги платона а вот мы уже проделали просто огромный путь огромный путь до гиппия первого больше половины диалогов мы уже прошли а впереди нас ждет самое тяжелое собственно да ну сначала для разминки у нас будет гиппий первый гиппий второй и он инэксенкли клитофон и потом начинается государство тимей закон это но критий минус это ладно после законе тоже ладно мы там быстренько по ним пройдемся вот законы государства и тимей это вот самое самое самый сок платона ладно начнем начнем разбирать диалоги потому что если мы не начнем то это будет продаваться очень долго а гиппий первый вот он у нас здесь показан о прекрасном диалоге участвует сократ и гиппий гиппий между прочим еще один старший софист так вот рассуждение считается lotsor что такое прекрасные гиппий пытается привести пример утверждая что прекрасно этого counts а прекрасное мимо тороп Diamond title твоя прекрасная проба вот этот прикол вот этой вот прекрасный план ah он прекрасный платон ассалютно прекрасный платон вот он говорит вот это вот все прекрасно то есть а прекрасная неминально в данном случае нам реалистическая позиция оказать замечает что прекрасная девушка становится не сама по себе но как его Как и сам Платон, между прочим, они не становятся прекрасными сами по себе, а благодаря самой красоте. А разнообразные вещи становятся прекрасными благодаря некой идее. Гиппи пытается свести красоту к материалу, в котором украшают, ну, например, золоту, или серебро, или там бронзи какой-нибудь, или, не знаю, драгоценными камнями можно украсить все что угодно. Но Сократ доказывает, что красота независима от материала. Далее Сократ разбирает отношения приятного и прекрасного, замечая, что они не находятся в отношении тождества. Поскольку не все прекрасное приятно. Например, прекрасные законы. Да, например, прекрасные законы в России, они не всегда приятны. Я согласен с тобой, Сократ. Ну и не все приятное, соответственно, прекрасно. Так вот, вывод. В конце диалога Сократ признает, что прекрасное трудно. Ему очень трудно определить. В общем-то, да, они не соглашаются друг с другом, два собеседника. Ну, это так нередко заканчивается диалоги Платона. Что? К этому пора уже привыкнуть с этим смириться. Ох, Гиппи второй. О должном или о лжи? Ну вот, тут начинается. Гиппи ссылается на Гомера, который изобразил Ахилла доблестным, Нестором мудрым, а Одиссея хитроумным, то есть способным на оман. Сократ парирует. И он издает Гиппи связать хитроумие и разум. Ну, то есть хитроумный человек все-таки должен быть разумным, он не просто так хитроумный. Так вот, далее Сократ ставит вопрос, не лучше ли тот человек, кто может говорить правду или ложь по своему собственному умыслу, чем тот, кто говорит правду или лжет в силу своего невежества. Ну, то есть для Сократа важнее именно познание, характер познания. Если человек познает, если человек познающий, он знает правду, то есть обладает некоторым знанием, то не важно, ну, не то чтобы совсем не важно, но он может сознательно лгать. Или сознательно говорить правду. Человек, который же не сознательно лжет, так скажем, или говорит правду, то, что он считает правдой, ну, вообще без разницы, он просто не отвечает за эту правду и за эту лоз. Он не знает, что это такое, в общем-то. Он даже не может отличить свою неверную позицию от верной, например. То есть человек, который говорит ложь, в основном, который врет, не осознавая, что он врет, например, ну, в общем-то, он просто дурак, как бы получается. А если человек осознает это и врет, ну может у него какие-то свои, в общем-то, умозрения на это что-то, может быть на благо пойдет вот это вот хитроумие. Ну и вот, они перебирали различные искусства в этом диалоге, в том числе и геометрию, и астрономию. Сократа приводил Гиппе к обобщениям разным, ну например, что сознательное зло вообще лучше, чем невольное, поскольку подразумевает наличие знания. Ну то есть, смотрите, человек, который сделал зло сознательно, ну то есть, вот он, например, знает, что такое зло, он знает, что убивать плохо. Он убил, он осознает, что он поступил плохо, как бы, а человек, который убивает, не осознавая, что убивать плохо, поступает намного хуже, что он дурак, и он еще много раз убьет, и дальше продолжит не осознавать, что он убивает и делает плохо. Как бы вот так получается. И поэтому, ну из всего этого следует, что Одиссей, Одиссей, он более сведущий, чем Ахилл, или может быть даже Нестор, может быть. Из этого следует, что тот, кто добровольно погрешает и чинить постыдную несправедливость, лучше, чем тот, кто, ну, не добровольно, тот, кто не понимает, что он совершает какие-то преступления. Так вот, Гиппи, конечно же, не соглашается со всем этим. И Сократ отвечает, да я и сам с собой здесь не согласен с Гиппи. Но все это с необходимостью вытекает из нашего рассуждения. Этим и заканчивается, в общем-то, диалог. Да, и Сократ как бы спрашивает, как в этом могут разобраться люди, если в этом не могут разобраться даже мудрецы. Как люди могут разобраться с этим? Так, 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 так. Впереди у нас диалог ИОН, но где он у нас, он потерялся ИОН, ну, неважно. ИОН я вам сейчас озвучу, ИОН об Илиаде, искусстве военачальника и многом другом. В диалоге принимает участие Сократ и ИОН, это довольно спонтанный диалог с упоминанием Илиады, искусства, а также сравнением искусства военачальника и Рапсода. Ну, вот как-то так, да. Не, не очень понравился диалог, поэтому мы не будем с ним особо разбираться. Так, вот он, ИОН. ИОН, ИОН, ИОН. Да, вот он. Так, вернемся сюда. Следующий диалог Минэксен или надгробное слово. В диалоге участвует Сократ и Минэксен. Рассуждение таково. Диалог начинается с того, что Минэксен возвращается с площади, с зала совета, где в те времена заседал высший орган власти в демократических Афинах. А причиной посещения Минэксена зала совета послужила новость об избрании человека для произнесения надгробной речи в честь павших на войне. Сократ же иронически объявляет, что погибнуть на войне прекрасно, поскольку павшему выпадают великолепные похороны с речами мудрых людей. Даже если тот был бедняком или голубцом. Да. И вот, наконец-то, мы дошли до Клитофонта. Это очень странный диалог, очень странный, очень короткий. Самый короткий диалог, который приписывается Платону. По сути, тема это похвала Сократу. И главный, в общем-то, участник этого диалога это сам Клитофонт, который непосредственно хвалит великого Сократа. Сократ там тоже участвует, но говорит значительно меньше. Опять же, этот диалог считается, ну, сомнительно, что он принадлежит руке Платона. По сути, по стилю отличается. Ну, и основная тема просто тупая похвала Сократу. Ну, в общем-то, такое себе, если что. А вот и один, один из самых крупных диалогов Платона. Государство. А темы о справедливости и о государстве непосредственно. Участники. Сократ, Просимах, известный, между прочим, младший софист Просимах. Да, Главкон, Полимарх и Кефал. Вот такие вот у нас сегодня герои. Государство действительно один из самых больших диалогов Платона. Этот диалог состоит из десяти книг. В начале диалога Сократ вместе с Главконом возвращается из Перея. Ну, в Афине непосредственно. Ну, его останавливает Полимарх и начинается беседа. Да, очень в этом смысле интересно. Мне наиболее примечательным, кажется, та часть, где Сократ разговаривает в этом диалоге с Просимахом. Так как они ведут беседу на равных, Сократ, ну, без подавков ведется беседа. И Сократ как бы пытается соперничать с Просимахом, а Просимах соперничает с Сократом. Это настоящий живой диалог, который отличается от большинства диалогов Платона именно своей насыщенностью. Но в то время как Сократ практически во всех диалогах доминирует над своими собеседниками, заставляет их произносить те или иные позиции, ну, или просто как бы их, может быть, даже обманывает. Просимах не дает себя обманывать, и это все реально похоже на настоящую беседу двух мыслителей. На мой взгляд, Просимах показывает достойную аргументацию. Сократу в итоге не удается его переубедить. А Просимаху не удается переубедить Сократа. Для Просимаха справедливость – это право сильного. Кто сильнее, тот и решает, что справедливо. Но мнение же это довольно реалистичное, оно практичное, оно, ну, может быть, и неправильное. Но доказать его значительно легче, чем то мнение, которое пытался доказать Сократ. А мнение Просимаха, ну, в итоге унаследует такие мыслители, как Макеавелли, например. И Макеавелли уже лучше докажет эту позицию в своей книге государь. Но пора продолжим дальше. Во второй книге Главкон спросит Сократа усилить аргументы в пользу справедливости. Тогда Сократ принимается объяснять справедливость на примере государства. Ну, вот он представляет себе некое государство. В воображаемом государстве каждый должен находить профессию и занятия сообразно со своими природными задатками. Далее Сократ обращает внимание на важность воспитания и замечает, что до сих пор дети воспитывались на мифах. Однако ряд мифов совершенно неприемлем. Ну, в основном мы будем сейчас говорить про мифы Гомера, наверное, в том числе. Гомера очень низко изображает некоторых богов, высмеивает их, считает их даже смертными. Ну, сопоставляет их со смертными людьми, показывает, что у них есть смертные эмоции и так далее, и так далее, и так далее. В третьей книге Сократ продолжает разговор о воспитании, который слагается из мусического и гимнастического искусства. В четвертой книге Платон раскрывает четыре свойства идеального государства. Мудрость, мужество, рассудительность и справедливость. Ну, все эти слова мы уже встречали в других диалогах Платона, они там тоже хорошо раскрываются, и здесь они так снова вернулись к нам. Все эти свойства государства обнаруживаются и в душе человека, вот что очень важно. Пятая книга посвящена уже более конкретным проблемам общества, в общем-то, общности жен, жены, да, жены стражей именно. Существует определенная группа людей, это стражи. Стражи занимаются преимущественно военной деятельностью, ну, и охраняют вообще обычных людей, земледельцев. И у них определенные законы, и у них именно среди стражей женщины и мужчины равны. Только вот, ну, да, также у них нет имущества своего, у них общее имущество, потому что у друзей все общее. Но они как бы одновременно и друзья, и соратники, и помогают друг друга. И даже дети у них у всех общие, ну, то есть, все взрослые воспитывают всех детей. То есть, нет такого, что вот есть отец, есть мать, и они воспитывают своих детей. Нет, в идеальном государстве стражники и стражницы так не делают. Кроме того, Платон, ну, там вообще, как бы для современного человека может звучать очень странно. Платон настаивает на определенной селекции. То есть, да, лучшие должны объединяться с лучшими среди стражей, чтобы получать лучших детей. А вот и получается, что лучший муж скрещивается с лучшей женой и получается сильнейшее и мудрейшее потомство. Между прочим. В шестой книге мы уже переходим к разговору о философах. Философы это, между прочим, повелители государства Платона. Так вот, они определяются как люди, которые способны созерцать идеи, и прежде всего идею блага. Собственно, именно философы должны править государством. Притом, от себя замечу, что речь идет исключительно о философах-платониках, для которых все остальные мыслители либо голубцы, либо софисты, ну, либо пифагорейцы. К пифагорейцам лучше относились к платонике, так скажем, да. Так вот. Вот этот великий философ, который правит, в общем-то, государством, он является... Ну, он также делит имущество. Нет, у него нет своего имущества. Нет, никогда. Никакого имущества своего не должно быть. Он по многому подобен стражу. Только он мудрый при этом и может созерцать идеи. Опять же, здесь совмещается ряд идей Платона. Это и благо, и созерцание идей, и вообще представление Платона о философах. В диалоге государства совмещаются многие его основные концепции. Ну, может быть, концепции из Минона я там не видел, но неважно, не суть. Но почти все здесь уже имеются. Одного государства, вот если вы хотите прочитать какой-то очень важный диалог, которым вы найдете большую часть учения Платона, это государство непосредственно. Берите государство, обязательно читайте. В седьмой книге излагается знаменитый миф о пещере. Допустим, в общем-то, сидит человек себе глубоко в пещере. Сидит и лицезреет некие иллюзии, некие тени на стене. Думая, что все в мире так выстроено, он думает, что эти тени настоящие. Но они не настоящие на самом деле. Потом человек выбирается постепенно из этой пещеры. Его там ждут различные препятствия. Он видит, что производила эти тени. Он видит вот эти предметы, которых производили, что их там двигало. Потом выбирается наружу и видит солнце. И вот такая вот цель философии. Получается выбраться из этого мира теней, мира иллюзий, к солнцу истины, к свету истины. Далее Платон перечисляет науки, которые необходимы гражданам для прекрасного города. Ну, угадайте с трех раз, какие это науки. Это, конечно, арифметика, геометрия, астрономия, музыка и диалектика. Четыре чисто математические науки плюс диалектика получается. Ну, замечательно. В восьмой книге описаны типы государственного устройства. Это, прежде всего, демократия, олигархия, демократия и тирания. А девятая книга посвящена анализу удовольствий, которыми, может, ну, обладать человек. В десятой книге подвергается критике искусству ввиду своего подражательного характера. Кстати, кстати, замечу, что в диалоге государства Платон говорил о том, что всех вот этих вот попсовых поэтов всяких, которые любовь там какую-то дешевую успевают, чувства какие-то не очень важные, их всех надо выгнать из города. Черт, да, государство — это город, государство — это полис. Так вот, всех-всех-всех-всех вот этих поэтиков надо выгнать из города, изгнать, потому что они только вредят людям. Да. А потом Платон ведет рассказ о загробном мире и, конечно же, об ананте, то есть необходимости. Это наиболее примечательный диалог Платона из всех. Его следует считать вообще в первую очередь. Следует считать вообще первую часть, первую книгу. Это диалог с Красимахом, где Красимах просто озлобленно уходит в итоге. Тут все прекрасно, это действительно хорошо, хорошо, хорошо деланный диалог в большом количестве книг. Ну и, в общем-то, вот это вот государство — это одно из первых произведений философии в жанре утопия. Все последующие утопии в качестве примера будут брать именно государство Платона. Тоже очень важный исторический контекст, вот как называется. Именно Платон начал рассуждать о государствах, об идеальных. Следующая тема — тема о природе, об археях всех играх, и это появляется в диалоге Тимии. Диалог сложнейший, действительно сложнейший, наверное, самый сложный из всех, которые представлены вообще в этом списке. Государство легчайший диалог. Может быть, променит сложнее Тимии, но не знаю, нет, 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 даже думать об этом сложно. Так вот, участники диалога — Сократ, Тимей, Критий и Гермократ. И рассуждение ведется о очень сложных материях. Ну то есть, да, о природе, об археях и о стихии. Ух, начнем, попробуем разобраться с этим. Да, во-первых, согласно Тимии, Тимии там в этом диалоге, он рассказывает, что Демюрк привел в строй гармоничный порядок, находившийся до сели в хаосе и беспорядочном движении вещи. Ну и, в общем, весь космос — это и есть верх совершенства. Ну, он прекрасен, да. Он не превзойден, ни с чем не сравним, и он лишь один, есть лишь наш единственный мир. Ни двух, ни множество миров быть не может, как, например, утверждал Демокрид. Демокрид считал, что существует множество миров. Также Платон, в лица Тимии, опять же, проводит идею, согласно которой из всех видимых геометрических форм самой прекрасной является, конечно же, шар. Потом Арисотель повторит этот аргумент. И вы знаете, что из этого следует, вы не представляете? Этот гениальный вывод — значит, и мир имеет форму шара. А вот так греки, кстати, додумались о том, что Земля не плоская, просто потому, что самая замечательная фигура геометрическая — это шар. Отличный аргумент нового. Это пример того, как, собственно, без аргумента греки просто угадали, можно сказать, какую форму имеет Земля. Ладно, продолжаем. Так вот. Творение, наделенное умом, прекраснее того, что лишено ума, а ум не может существовать без души. Ну, так греки тоже считали. Наш мир является, как следствие, одушевленной личностью. Тело его не знает болезни и дряхления, ибо в ней его ничего нет. И, не принимая ничего иного, извне себя его глубочайшая сущность обречена оставаться вечной и неизменной. Такс. Так как мир со своей мировой душой был однажды рожден, он в принципе является смертным, но не погибнет вовеки. Демиург по своей благости никогда не захочет его уничтожения. Из семи видов движения наш одушевленный мир обладает только одним — тем, который ближе всего к уму и разумению. Космос равномерно вращается на одном и том же месте, обладая разумом. Вселенная исполнена самого ясного самосознания и потому не одинока. Ааа, такс. Она неизменно поддерживает общение с самим собой как интеллектуальное, так и этическое. Она не только досконально знает себя, но и любит себя, любуется собой, потому всегда весела и счастлива. Она и есть единый блаженный Бог. Ну так вот, на самом деле это очень похоже на идею абсолютного духа Гегеля уже. Ну то есть уже в биологии семей доложены многие концепции христианства, которые в итоге будут из нее происходить. И вообще христианство очень сильно опирается на тимею во всей своей теории. А во-вторых, уже Гегель тоже здесь доложен в определенном виде. Так вот. Мировая душа, которая движет космосом, порождена творцом раньше мирового тела. Она важнее тела, а значит возникла до него. В мировой душе соединяются разумные и рациональные чувственные начала. Вот и так далее, и так далее, и так далее. Нас сейчас интересует более физический вопрос. Так вот. Нас больше всего сейчас интересует вопрос о стихиях уже. Ну вот у нас есть Бог. Семёг, точнее. Есть идеи. Идеи, которые существуют, которые вечны. Которые определенно прекрасны. Которые являются началом всех вещей. Но также. Сферическая земля у нас есть. И в этой сферической земле имеется 4 элемента. А на небе, который за пределами земли, имеется еще один элемент. Что же это за элементы интересно? Ну это стихии определенные. Все эти элементы это стихии. Ну понятное дело, да? Так вот. Каждая стихия имеет определенную форму. Геометрическую форму. Стереометрическая такая форма. Да? Это простейшие фигуры стереометрии. Так. Для стихии земли. Это пуп. Для стихии огня. Тетраэдр. Ну то есть правильный четырехгранник пирамида. Для воздуха это октаэдр. Правильный восьмигранник. Ну то есть такой, который когда две пирамиды как будто вот так сложены. Да. А для воды это и косоэдр. То есть правильный двадцатигранник. И есть еще додекаэдр, который обозначает эфир. Но на самом деле все еще глубже. Вот эти вот все фигуры, стихии. Это не арха еще. Нет, еще не арха. Следующая ступень. Из чего состоят вот эти вот четыре стихии. И пять даже. Пять стихий. Они состоят из маленьких прямоугольных треугольников. Так вот. Бытие непосредственно это вечные платоновские идеи. То есть чистое мышление. Истинно существуют только они. А материальный мир состоит из маленьких вот этих вот прямоугольных треугольников. Двух типов. А потом эти прямоугольные треугольники соединяются в более сложные стереометрические фигуры. Которые непосредственно соединяются в более сложные фигуры. Уже в людей, вещи и так в мир. И так далее, так далее, так далее. Диалог очень сложный. Я сейчас попытался все изложить очень-очень крайне просто. Смей это то, что тоже следует читать у Платона. Это очень хороший диалог. Качественный. Третья. Третья тема. Тема Атлантида. Кстати да, Платон в нашей культуре тоже задал вот эту вот тенденцию про Атлантиду. А тема с Атлантиды и она уже появлялась между прочим. И с ней до этого появлялась, если не ошибаюсь. В государстве вроде тоже что-то было пройдено. Ну не важно. В государстве я здесь точно не припомню вам. Так вот, участники Сократ, Тимей, Критий и Гермократ. Какие прекрасные люди. Все те же, заметьте, да, это все одна и та же серия диалогов просто. Так вот. Так вот, собственно, сама история Атлантиды. 9 тысяч лет назад между греками, греками и жителями Атлантиды, 9 тысяч лет назад до Платона, заметьте, шла война. Отсюда и рождается вопрос об Атлантиде. Когда боги разделили по жребию поверхность земли, то Греция досталась богине Афине Атлантида Посейдону. А Вахинтокритий рассказывает нам, что Атлантида была больше Азии и Ливии. Посейдон и его возлюбленная смертная девушка по имени Клейта опять раз произвели на свет по паре близнецов мужского пола. Посейдон вырастил их и назначил каждому из них часть острова, поделив всю Атлантиду на 10 частей. Самому старшему из сыновей, тому, кто родился в самой первой паре близнецов, Посейдон назначил наилучшую и наибольшую долю. И вот этого великого человека, который был старшим среди всех сыновей Посейдона, его звали Атлант. Именно поэтому государство и называется Атлантида. Благодаря обилию природных богатств, острову и мудрому правлению потомков Посейдона, вот этого великого государя и архонтов его младших братьев, государство, ну, потомков этих архонтов, государство Атлантида укреплялось и процветало, но со временем унаследованная от бога природа истощалась и многократно расточаясь в смертной примеси. Ну, в общем, все в итоге разрушилось, потому что нравственность начала падать, богатство все свое исчерпали истратились, роскошь, тоже поглядя в роскошь эти жители Атлантиды, а у снязь гордыня, ну, как обычно, да. Все, все случилось, все стало очень плохо, все нехорошо стало, да. Ну, в итоге все, все умерли. Ну, умерли они не только сами по себе, а, вообще-то, Зевс, Зевс наложил на них кару. И все. Диалог обрывается, кстати, да, после того, как Зевс создал всех богов и обратился к собравшимся с такими словами. И на этом диалог обрывается, и мы не знаем, что произошло с Атлантидой, к сожалению. К сожалению, злодей Платон скрыл от нас, что произошло с Атлантидой. Удивительно, да, еще один оборвавшийся диалог. Минус. А, диалог о законе. Участники Сократ и его друг. Ну, и, в общем-то, мы определяем, что такое закон. Первое определение дает друг. Закон – это то, что узаконено. Сократ возражает. Слово и то, что говорится – это разные понятия. Также и зрение, и то, что видится, и вслух, и то, что слышится. Следовательно, закон и то, что узаконено – также разные понятия. Нет. Ну, на самом деле, такое себе рассуждение у Сократа здесь. А друг предлагает другое определение, видимо, согласившись с опровержениями Сократа. Он говорит, что закон – это увлажение государства. На это Сократ отвечает, что люди, уважающие закон, справедливы, а неуважающие закон несправедливы. Справедливость – благо, значит и закон – благо. Но увлажения государства могут быть как хорошими, так и плохими. Поскольку плохое увлажение не может быть благом, то, следовательно, закон и увлажение государства не одно и то же. Ну, допустим. А после этого Сократ дает собственное определение – закон – это некое мнение. Поскольку закон – благо, то и мнение это не может быть плохим, а только полезным. Полезно – только истинное мнение. Следовательно, полезное мнение – это выяснение сущего. А значит, закон стремится к тому, чтобы выяснить сущее. Ну, я не согласен, конечно, с Сократом здесь. Простите уж меня. Простите за то, что я не согласен с Сократом. Так вот. Друг, и друг тоже, кстати, не согласен с Сократом. Он говорит, что разные люди для одних и тех же вещей могут пользоваться совершенно разными, иногда противоречащими друг другу законами. Как, например, в Греции запрещены человеческие жертвоприношения, а в Карфагене можно приносить человеку жертву. В целом, законы разных народов сильно отличаются друг от друга. Блин, какой умный у Сократа был друг. Сократ отвечает, законы стремятся к одним и тем же принципам, к тем, которые наиболее хорошо подходят для достижения нужной цели. Если же некоторые люди имеют об одном и том же разные суждения, то они не знатоки, они вежды. То же самое верно и по отношению к справедливости и государственному управлению. Хотя законы у разных народов могут отличаться, но в пределе все стремится к одному и тому же, к наиболее точному отражению действительности. Таким образом, закон – это нахождение существующего. Ну и друг уже соглашается с этим выводом. И после Сократ предлагает рассмотреть древних законодателей. Диалог заканчивается постановкой вопроса о том, каким способом хороший законодатель делает душу человека более добродетельной. Ну и в итоге вывод закона – это нахождение существующего. Ну я совершенно, как обычно, не согласен с Сократом. Как-то мне законы не имеют никакого отношения к реально существующему. Вообще законам плевать на существующее. Да уж, очень-очень-очень тяжелое здесь положение, именно идеалистического характера. Закон выводится как нечто очень абстрактное. И от этого более непонятное. И Сократ противоречит, противоречит. Ну видимо он не знает о том, что у разных государств настолько разные законы, что они никак не стремятся к чему-то одному. Вот вообще никак. Бывают настолько разные законы, что ну просто убивишься. И вот следующий текст опять про законы. Законы. Диалог законов. А законодательство. А законы непосредственно отличаются от всех прочих диалогов. Так как главным персонажем этих диалогов является некий Афинянин. А также Клиний, Ил, и вот этот вот Афинянин, да. Но Сократа-то здесь нет. Сократа нет. Диалоги, ну куда нет Сократа? Как? Куда подевался Сократ? Интересно. Диалог закона состоит из 12 книг. В законах Платон советует давать всем гражданам одинаковое воспитание. Но ремеслами должны потом заниматься исключительно отпущенники. А земледелием рабы полноправным гражданам не следует унижаться до этих работ. Вместо проповедуемого Платона в государстве общей женщины и прочих там вообще идей законы требуют только того, чтобы законы, ну собственно, тоже были устроены некоторые общественные трапезы, чтобы в них участвовали все люди, пользующиеся гражданскими правами, и мужчины, и женщины, чтобы брак был поставлен под контроль государства, да. Чтобы был определен максимальный размер движимого имущества, которое может принадлежать одному лицу. Чтобы по возможности поддерживалось уравнительное распределение земли между гражданами. Согласно законам, управление государством должно принадлежать совету, составленному из граждан. То есть, опять же, не философу, как планировалось в государстве. Эти граждане должны быть наиболее достойны как по своим знаниям, так и качеством, этическим, преимущественно. И такой правительственный совет, он заведует именно воспитанием. Все дети граждан, не только сыновья, но и дочери, должны учиться музыке и гимнастике. Но, обращу ваше внимание на то, что диалог закона и система, изложенная в нем, отличается от того, что было изложено в государстве. Просто поразительно отличается. Неизвестно, писал ли это текст Платон, или чем он руководствовался Платон. Он пытался создать более реалистическую систему, чем было в государстве. Просто в государстве такая вот фантастика. Очень-очень хорошая, качественная фантастика. Действительно, утопия, наверное, даже. Ну, организовать то государство, которое было в его тексте государства, диалоги, крайне трудно. А то, что изложено вот здесь, это чуть ли не то, что было уже у греков. Ну, ладно, конечно, нет. Это то, что реально было организовать уже в Греции, прямо вот на следующий день, после того, как Платон убедил в этом любого из правителей. Например, убедил он правителя, что вот так нужно организовать государство. И все, на следующий день уже все. Враг поставлен под контроль правительства. Определен максимальный характер движимого имущества. Да. И земли уравнительно распределяются между гражданами. Как бы, ну, может, не один день, месяц, два, три, четыре. А то, что было написано в государстве, это можно реализовывать в течение нескольких тысячелетий даже. И то не достичь. Может быть, Платон, он разочаровался в проекте государства и создал наиболее реалистичную систему, либо просто создал реалистичную систему, с которой будет потом проще перейти на проект государства. Все этого мы не знаем. Впрочем, эта концепция государства, она менее интересна, особенно нам менее интересна, потому что она очень похожа на нашу с вами реальность во многом. Ну, или, по крайней мере, мы находимся в нескольких шагах от того, что описано в законах. Ну, вот, например, брак поставлен под контроль правительства. Поставлен у нас брак под контроль правительства. Поставлен отчасти брак под контроль правительства. Определен размер максимальной движимого имущества? Ну, конечно, не определен, но у нас есть все основания, чтобы провести вот это вот определение размера движимого имущества. Ну, и то есть, да, и у богатых берут большие налоги в разных странах. В общем, да, есть уравнительные какие-то методы, которые похожи вот на вот это вот. Но то есть получается, что законы, они действительно менее фантастичные, более реалистичные. И мы, в общем-то, видим поразительное отличие двух систем. Но, так и он уже был, после законе Афинянин и Клини участвуют в этом диалоге. Это очень похоже на тринадцатую книгу законов, после законе, и она как раз возвращает нас к сущности Платона. Но Платон рассуждает о разных вещах, о необходимой высшей сущностной мудрости, например. То есть о том, что это сущностная мудрость, есть наука о числе. Он обсуждает ступени восхождения в числовом познании мира и божественность осмысления числом космоса. Ну, то есть эгеризм, он возвращается, по сути. И это все еще в рамках законов. Да. А также опирается на астрономию, как опору, источник благочестия, главной человеческой добродетели и высшей мудрости правителей государства. Но все же, да, Платон не удержался и решил включить ряд идеалистических черт в свое, в общем-то, учение. А теперь заключение. Вот вы прослушали лекции, лекции о Платоне. Как вы могли заметить, Платон довольно плодовитый автор, который написал много значительнейших для европейской культуры произведений. Его философия играет ключевую роль в формировании западной идентичности и, скорее всего, повлияло на возникновение христианства и даже научного метода, особенно если учесть, что Платон был учителем Аристотеля. А Аристотель заложил прочный фундамент для большинства наук. Мы рассмотрели диалоги Платона очень кратко. Намного короче, чем они того заслуживают, поэтому я рекомендую вам, прослушав этот курс лекций, ознакомиться как минимум с государством, фарменидом, семеем, но остальные диалоги выбрать уже по собственным интересам. Может быть, законы тоже следует почитать. Также я вам не рекомендую воспринимать Платона, с одной стороны, слишком догматически, как это делают некоторые исследователи, мол, все, в диалогах Платона уже заложена вся европейская философия. Это ложь, это определенно ложь. Но, с другой стороны, не следует воспринимать его слишком критически. Это довольно своеобразный мыслитель, уникальный и сложный, но и слабые стороны у него определенно есть. Но есть и сильные стороны, его идеализм практически, ну, его спорить практически невозможно. Даже вот этот тот третий человек, аргумент третьему человеку, который воспроизвел уже Аристотель, который подразумевал сам Платон, это все можно как-то, в общем-то, это можно оспорить. Собственно, аргумент против Платона можно переспорить в итоге. Либо, изменив как-то немножко систему, либо что-то еще сделать, Платон рассуждает о вещах идеалистически и подвергает сомнению вещи эмпирические. Именно поэтому ни один эмпирик его в споре не победит уже в этом смысле. Он не будет более, как бы, соответствовать истине, потому что мы не знаем, что верно, эмпиризм или идеализм Платона. Но, ну, конечно, Платон нам друг. Но истины не существует. А если и существует, то она недоказуема. А если доказуема, то непередаваема другому. Давайте будем помнить вот эту мудрость Горгия. Платон начал множество философских и научных дискурсов, а также объединил в своем учении ряд старых направлений мысли. Это, как минимум, заслуживает уважения. Но не заслуживает поклонения, которое оказывают ему некоторые мыслители. Да, но с другой стороны, уважение это определенно заслуживает. Это просто гигантская фигура в истории философии. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Спасибо за то, что прослушали вот эту большую лекцию на полтора с чем-то часа. Очень рад, что кого-то это все интересует. Платон, который вот здесь находится, он тоже благодарен, что вы интересуетесь его диалогами. И после того, как прослушали вот эту лекцию, отправитесь их читать. Восьмикратно с вами прощаюсь. Спасибо. Спасибо, спасибо, мои зрители. Спасибо. 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 Спасибо.